Сегодня будет специфический семинар, на самом деле, посвященный нашим всем семинарам. Ага, давай. Надо будет это как бы немножко вспоминать, но как бы не все участвовали, да. Я просто хочу рассказать некую предысторию, да, как это все вообще началось. Это же любопытно, на самом деле. То есть сегодня у нас посвящена история нашего семинара? Да. А зачем? Ну, просто он человек занимался, занимался историкой. Да, я немножко... Сограва, подшастил весьма архив. Все неделю сидел. За итоги подвести, перед концом света, нет света через неделю. А когда, конечно, нет света. Конечно, ничего не вести, я не успел, так, ну, кое-что там можно было. Нет света. Да, Валь, ну, что ты, Ерунда, говоришь, не путничать? А, так это в связи с этим света, да? Да нет, не путник, какого конца света. Ну, откуда ты знаешь? Ну, я знаю. Давай поспорим. У нас второго сестри и феста. Ну, на самом деле, надо, наверное, начать с того, что мы с Игорем и тут, со Стасом, учились в одной школе, школе-интернате номер 45, физико-математической. С кем? Ну, с Стасом, Филиппи, я и Данил. Еще Володя-то Артин, еще, которого... Аркаши, Райка, Райка, Райка. А Володя был тогда, вот, приезжали с вами, вот этот Володя. Нет, Володя, ну, ничего. Значит, еще раз, все началось, наверное, в школе, да, ну, как бы, началось в том смысле, что мы как-то, нас вместе собрали со всего Северо-Запада, считается, что... И Прибалтики. Северо-Запада и Прибалтики. Северо-Запада и Прибалтики считается, что лучших, в общем, лучших детей, да, которые, там, вот, одарены в конкретно физико-математическом направлении, вот, собрали в некой школе, школа-интернате номер 45, она до сих пор сейчас существует, называется... Академическая гимназия при Санкт-Петербургском и Стасном. Да, то есть она и до сих пор существует. А, первая академическая, она настаивает на то, что она была первой школой общественной. Именно ее основал Ломоносов, когда он при Академии наук решил национать гимназию. И они сейчас считают, что именно их он тогда и основал, что, конечно, неправда. Это Старо-Петербургский? Нет, он основал их в городе, а она сейчас поделена на две части. Одна в городе, находится на Каховке, а вторая, по-прежнему, в Старом Петербурге. Она выросла с нашего времени очень сильно. В разы. Да. Я думаю, что случилось. В любом случае, даже когда мы учились, всегда такие параллели о том, что это вот, некого рода лицея, да, собрали лучших детей, там, вроде бы, предполагалось, что там лучшие учителя, специально набранные для того, чтобы этих лучших детей чему-то там учить. Лучших. Лучших. Самых лучших вообще. Самые лучшие и учителя, самых лучших. На деле, конечно, это была более-менее обычная школа, но просто сам фактор того, что дети там были действительно необычные, как бы, да, набранные там, ну, скажем так. С БО по сосенке? Ну, скажем так, с лучшими в своих классах, да, вот, где они учились, там. Ну, в школе. Я могу сказать, что из всего Архангельска, да, в интернат поступило два человека. Вот я и Аркаша Вратилин, которого увидели. Это Архангельска на тот момент 45 тысяч человек был. Ну, из Уркуты я вообще ничего. Ну, в Уркутах, конечно, конечно, не областный центр. Ну, понятно. Сам фактор. Так вот, это вот просто некое предисловие, да, и поэтому вот нас собрали всех, и мы вот в некотором уже в школе, наверное, у нас какие-то уже образовались, возможно, там, интересы какие-то, там, что-то, какие-то склонности и прочее. Но это только, это можно только предполагать, а на самом деле, как бы, все началось с университета. Причем, как бы, если вспомнить первый курс, да, университет этого, какой там, восемьдесят седьмой год? Седьмой год, да. Да, то там я подозреваю, что еще ничего такого не было. То есть мы еще жили какую-то свою жизнь. В самом деле, все началось с моего представления, когда я пришел с Альмии, вот, в восемьдесят девятых годах. Потому что это такое время было, да, время того, что вот появлялись какие-то, запечатались, ну, во-первых, там, философские произведения, там, какие-то запрещенные в прошлом, там, романы какие-то, да, там. В общем, жизнь как-то... Весело было, да. Да, весело было в том смысле, что... Открывали много чего запрещенного. Это тут в течение одной-два недели становилось модным, это все читали. Толстые журналы выходили необиданными черт-тиражами. Ну, самое интересное, что вопросы философии, прежде всего, в экземплярах, ну, вот, то есть время было весело. Да, и вопросы философии, там, журналы, там, Новый мир и прочее, там, печатались действительно интересные вещи, и все читали, журналы, да, 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 зачитывали, там, передавали друг другу. Ну, сам факт состоит в том, что вот некий дух свободы появился, да, там, свобода обсуждений, там, свобода мнений. И если я вот припоминаю первый курс, то вы еще, вот, например, я сажу по себе, да, кроме того, что мы вот обсуждали, что такое, там, история КПСС, там, и что и как там партия придумала, там, и прочее, прочее, да, у нас никаких философских обсуждений не было, то уже вот на втором курсе, да, уже возникают некоторого рода философские обсуждения. То есть, на самом деле, первый семинар, он был, я это проследил по каким-то данным, там, состоялся 5 марта 1991 года, что забавно, да, на самом деле, что, причем, как бы, он был не единичным экземпляр, а он был, состоялся после этого, почти каждую неделю мы семинарили, и, в общем, прошло 8 семинаров, аж целых 8, что удивительно. И, вообще говоря, эту тему семинаров придумал Игорь в свое время. И мы семинарили только в общаге вдвоем. Ну, в троем. Втроем, а кто еще? Ну, это вот Кришнаит. Ну, Кришнаит, а потом, это как раз был последний семинар, где-то, и тем и все были, конечно, те, которые, во-первых, Игорь тогда занимался очень много религий, он вообще, как бы, у него было два, например, литература, там, на лекции Аверина ездил, и религия, религия, он там ходил на лекции какие-то в университете, там, какие-то популярные лекции это были, или это специальный курс? Нет, был просто курс для всех студентов университета. Большой физической литература, он был посвящен всевозможным экзотическим восточным религиям, типа бахаизма, зороастризма и всякого прочего. Я тоже там куда-то, на какие-то... Это был полноценный курс, остался много было таких людей, было очень интересно. И у вас всегда было то, что там ни один человек читал, что часто приглашали, скажем, на какой-то специалиста с восточного факультета, именно специалистов в той религии, о которой все время говорится. Вот так. И поэтому первый семинар, вот это вот 5 марта, он как раз был проагностицизм. Я уж не знаю содержание этого семинара, там можно так предполагать, как бы, ну вот, это вот нечто, как бы, что открыло вот это движение, которое уже вот длится на протяжении больше, чем 20 лет. И мы на самом деле с перерывами какими-то большими эмайлами вот собираемся, да, и что-то там совместно делаем. Потом у нас были семинары, вот я какой-то читал семинар, там, посвященный там развитию человека от обезьяны к человеку. То есть у меня тогда такие интересы были, да. Меня вообще интересовало тогда, я, во-первых, как бы был тогда марксист. Какое-то время, да, и меня вот интересовало историческое видение процесса. Ну, 21 год, да? Ну, да. Соответственно. 21-21 год. Да, я читал по манихейству семинар, я потом читал по рабовладению, по рассказу про античный полис, потом про зороастризм у нас было, про стаицизм, это тоже, я читал про реведическую культуру, ну, вот это. И вот у нас, и тогда единственный раз, тоже в 21-м году, мы пригласили стороннего человека, там, никого Кришнаита, его, кстати, звали Эмин. И он нам рассказал про то, что представлять свой, там, какой-то там шаг до чтения, там, как это, про кришнаитскую культуру, что и как там. И даже мы купили у них какую-то литературу. Так уж так получилось. Я был за себя опять читал. А? Возьмет в кого-то. В Хагава-Гитра. В Хагава-Гитра. Да, я ее и так и пытался подозначать, но и так и не смог, она так и лежит у меня. До сих пор. Помните, это время такое бывает. Я как-то утром куда-то шел, по-моему, в военкомат. И фига, там такой, стоит звук еще-четок, и Кришнаиты молятся. То есть они с утра, их было столько... По Невскому они ходили. А? По Невскому ходили. Так а на Невске вообще придешь, их вообще толпа куда-то идет, больше сотни человек, вот так вот. Ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды-ды. Да, мы говорили все-таки. А куда это все делать? Непонятно, да? Непонятно. Непонятно. Я знал одного человека, который умом тронуться на этой пищу. Что сделал? Ну, не знаю. Ну, не знаю. Может быть, конечно, причина была не в этом, трудно сказать, но он был Кришнаитом таким реальным, как бы, ну, в крышу поехал. А что сейчас? Я не знаю, что сейчас с ним. Это было очень давно. Ну, может, Кришнаита вернулась? Ну, вряд ли. Это обычно не смысл, не надо возвращаться. А крышу не было сразу. Либо Крышу, либо Крышу. Разбирайтесь сами. На самом деле, еще надо, еще раз сказать про то, что я как раз имел возможность, да, там, сравнить свои дневники с дневниками Игоря. И, в общем, эта сфера моих интересов, она состояла в том, что я больше всего занимался Ницше. Да, то есть, тогда как раз Ницше начались, В 91-м году двухтонник его издать. Я Ницше читал, Достоевского очень много читал, и Лосин. А Игорь читал Достоевского в основном, вот религией занимался всевозможной, да, и там эти, поэзии. Поэтика? Так. Нет, поэзии. А, чисто поэзии. Ну да, и точно так же, конечно, читал Достоевского, что тоже важно. Все читали Достоевского? Почему-то все читали Достоевского, да, так далее. Много читали, потом тоже будет важен. И меня, например, действительно волновал фундаментальный вопрос о смысле жизни, вообще, как бы у меня этот вопрос перевел, собственно, что он... Это просто, как бы, как я пытался его преломить, то есть, сделать его более конкретной через идею развития, да, бы хотел понять на самом деле, что вот этот вопрос в разные эпохи, в разные временные периоды, допустим, античности, там, в сереневековье и, там, в настоящее время, да, то есть, в новое время, он зависел от того, как понималась истина. То есть, в зависимости от того, как понималась истина, она понималась по-разному, в зависимости от этого и, собственно, и сам вопрос понимался тоже по-разному. Я вот пытался как бы вот одно на другое наложить, и поэтому вот теперь интереса моя именно была такова. Ну, прежде всего, что я читал Лосевскую античную эстетику. Историю античной эстетики. Как бы я на самом деле так сильно увлекался этим Лосевым, а тогда произведение его было не достать. В библиотеке надо было не медленно ждать. То есть буквально там приходилось как-то вырывать, читали в зале где-то там или что-то еще в этом роде читали. То есть я вот, сколько помню, первый том я полностью прочитал его эстетики. То есть просто мне удалось как-то случайно достать. Это потом эстетика возрождения тоже я случайно просто достал. У меня потом и какой-то том, это по поздней классике. Нет, нет, по этому, по раннему эллинизму, по-моему. В общем, по эллинизму такой, где-то был эстетицизм и прочее. Так и вообще как бы я Лосевым тогда действительно очень много увлекался. Я там, пока я вот не перешел в увлечение своих к Ницше. А Ницше мне просто был по духу всегда близок. Еще до того, как я его не знал, у меня на самом деле уже было немножко нет шансов. И просто я Ницше как бы обнаружил немножко самого себя, увидел. А тогда Ницше же это был запрещенный философ. И просто повезло, что тогда как раз было такое время, что впервые вопросы философии по ту сторону набрашивали, напечатали несколько глав. А потом появился, я говорю, перевод двух тонн. И вот какой у меня был период, увлечение был глубокий, как бы, да, и там, полное увлечение Ницше. То есть я на самом деле на весь мир смотрел сквозь призму вот этих вот всяких родных идей. Это долго смотрел. А? Долго смотрел сквозь. Да я же говорю, что мне просто Ницше, а мне на самом деле он по духу блин. А тебе христианство-то перебило хребец Ницше или нет? Да нет, почему? Так остался фашистик? Ну почему, если христианство перебило христианство, то все это идет параллельно. У христианства я первый раз по первому пусть я прочитал. Да нет, на самом деле. Я сейчас имею в виду это произведение. Ни христианин имеется? Да ничего там не перебило, правильно? Как раз это, если можно так говорить, полипоничность всякого рода идей, когда параллельно в твоей голове живут самые разнообразные идей. Это называется шизофрения, да? Это называется не шизофрения, это просто называется... Когда вот не два человека живут в одном, это называется шизофрения. Там не два человека живут, там много идей. Там еще есть два человека. Когда в твоей голове живут много разных идей и даже противоречий друг другу... То есть полипония, да? Да, я не вижу в этом ничего особенного. Ты просто как бы понимаешь прекрасно там, что... Да. Не до истины как бы... Трудно дойти, да? По крайней мере можно знать какие-то мнения. Оркестр уже не играет, а хорочек поет. На самом деле я вот не помню, чтобы в 92-м году у нас были семинары. Но судя по тому, что вот у Игоря написано, да? Вот Игорь оказывается в 92-м году, например, провел какой-то семинар по блоку. Да, 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 да. И в каком составе он это делал? А, нет. Состав был большой, блин. Это на удивление. Это уже было в 92-м году? Да. Да. Причем у Игоря как раз тогда... Дело в том, что вот в 90-м... По декабре... У тебя там не было судя по всему, значит, раз ты не помнишь. Это было на тот 12-м, на тот другой общение, в общем-то. Ну просто как бы в 90-м году в декабре учредилась ЛРФ США. И с 91-го года... Это философская школа при академии наук. Как они сказали? Да, и на самом деле Игорь тогда начался сразу же буквально... Она, кстати, в этом году только еще прекратила свое существование. Вот только сейчас. С сентября 91-го года Игорь начал туда ходить. И у него, конечно, в начале там были интересы продолжения вот каких-то... Благословские, если так можно говорить, скорее историю... Историю... Историю религии. Да, Историю религии. Но он там ходил на курсы Историю Вселенских Соборов. Ну в один-два раза все, черт. Ну не два раза, ты там 25 ходил. Раз пять ходил? Да. Я не туда ходил, наверное. И более того, ты потом... Ты такой доклад написал? Я не знаю, на самом деле. Смог ты его рассказать? Называется «Христианская догматика в кратчайшем изложении». Да, написал такой доклад я? Да. 5 мая 1900 года. Ничего не помню. А? В чем там, в буквальном смысле, изложено по этим, по соборам, где когда, чтобы какой-то адмат был принят и прочее. Так это я сам, судя по всему? Нет. Это как раз было связано с историей Вселенских Соборов. Потому что там, если посмотреть содержание, там везде присутствуют конспекты. Да, если посмотреть содержание... Но это конспект не этого, это конспект работы веренцев, судя по всему. Нет. А не семинаров каких-то. У тебя, например... Украинцев. У тебя, как я не знаю, что ты стесняешь христианцев, ты, допустим, когда блока там пытаешься, в смысле, да, символизмом когда занимаешься, у тебя там постоянно есть отсылки к некой прекрасной даме, да, и о некой... Ну, от чего еще, если ты так вот думаешь? Нет, нет. О том, что эта прекрасная дама в глазах символистов иногда вот отождествлялась Богородица. Ну, хорошо. И причем не просто отождествлялась. Даже если там цитируют, что девятые песни какого-то канона, там, диакон, там, возглашают, там, о том, что там, перед иконой Божьей Матери, что там что-то там... Ну, там, я уже ни фига не помню. Конкретные слова. Ну, то есть, как ты, на самом деле, входил в христианские, всякого рода вот такие вещи и очень подробно. Ну, ясно. Просто это было действительно, как то, что называется, если человек занялся чем-нибудь, да, то попытался дойти до конца. Ну, тогда это было время, а не время. Тогда все. Кому пробудился. Интересно. Церкви, православие. Ну, у Игоря, на самом деле, и его дневники, они так и называются, философии и религии. История и религии. История и фирма. История и религии. Где-то, на самом деле, с 92-го года, со второй половины многовицы начинают читать курс по этике Достоевского, известной по этике Достоевского, и там уже у Игоря полностью все интересы смещаются в сторону Достоевского, у него там все работы посвящены именно Достоевскому. То есть там много-много всяких зарисовок, там и везде Достоевский. Вот это у тебя был период какой-то, ты там пытался заниматься как раз в это время, эти русские флософы, но как-то быстро с ним, кстати, потому что это было связано как раз с Блоком, да, вот с символизмом, с Волошином, Блоком, с Соловьевым, и у тебя там какой-то есть еще такой, знаешь, это видимо так у тебя закончилась история религии, там какой-то маленький интерес, что-то типа там сатанизм, знаешь, даже там стихотворение такое у тебя есть, там, про сатаномрия. Ягод смерти демон пустоты. А расскажи, расскажи. Это в духе Волошина. Расскажи, тостик, тостик, да? Да, да, да. Расскажи, Игорь, расскажи. Давай, давай. Не стесняйся. Да он, наверное, не вспомнил. Просим, просим. Поним, что ли? Игорь, давай. Я вспоминаю, ты чего говоришь? Ну, еще, на самом деле, мы с Игорем, правда, я не помню, много ли я ходил раз в Москве. Ну, скажу, почти. Один или другой раз я ходил в это. В конце 92-го года мы еще ходили на такое русское философское общество при университете там. И они там про романтизм не были. А вот это куда этот Годорев в Азовске? Это разве их не? А что-то как-то очень похоже, я не знаю. Ну, это же называлось русское философское общество. И они так называются русское философское общество. Там у них Батырин, по-моему, самый главный был. Ну, так, блин, 20 лет прошло, а они уже тех не большие. А это Мальчевский? Ребята тех, наверное, в живых-то нет уже. Ну, может быть, вполне. Может, они же при университете как-то были? И это при университете. Да. И главные интересы были там романтизм, предромантизм, там немецкий. Слушай, а вот это вот, называешь философская религиозная школа, вот это вот, который... Горьер Фушкан. Высшая класса с первыми школами. Ну, они его так как... Поступили как снобы. И просто институт тогда переименовывались... В университетах все посевывали. А они решили противопрессивно стать высшей школой, но только сделать ее высшей. И это было примечательное явление начала 90-х годов. Ну, представляете себе, занятия идут в 10-15 аудиториях параллельно. И в каждом 50-100 человек. То есть это вот такой масштаб был. А потом тихонько, 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 тихонько. И очень быстро, к году 95-м это зашло на нет. А к году 2000-м это почти все развалилось. Они остались с 5-ю студентами и тихонько потом, вообще с 5-ю. Ну вот, кто-то поумирал, кто-то развелся с кем-то, кто-то еще, кто-то там не пропадает. Но интересно, что такого массового явления, как тогда было, она очень быстро сошла на нет. А почему они остались с 5-ю студентами? Ну, тут 5 студентов у них осталось все очень хорошо. То есть ты не захотел учиться? Ну, кто-то не хочет учиться, да, уже давно. Уже лет 10-15. А так это было замечательное явление. Я говорю, что вначале их там было очень много. Я говорю, 10 аудиторий, в 5-й школе это было, вначале. В 10 аудиторий, кажется, бывало по 100 человек. То есть сидели на подоконниках, везде все сидели. То есть вот дыхание... Вначале это было 10-й, чем ходили взрослые люди. Очень взрослые люди были, просто очень, но реально. Которые хотели образоваться в каком-то новом направлении, ничего не было. Там вообще исканий было много таких, знаешь, как было. Просто очень интересно, куда они сиделись. Я просто там тоже бывал, на некоторых семинарах. В Атмаша, да? Да, в Атмаша. А где ты был в Атмашии? А? В Астер-Азиаке уже или уже на Петроградской? На Петроградской. Ну, на Петроградскую. Чаинского я туда переехал, на Петроградскую. То есть уже, наверное, думают в год 94-95-го на Петроградскую. Ну, это вот так все тихонько жило, 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 жило и заглухло. Просто не очень понятно, чем весь этот народ пошел заниматься, куда он визитился. Что студенты, куда они пошли, это понятно. Они решили, что государственное образование по-любому лучше, по-любому престижнее и по-любому все там на нашу жизнь. И они пошли просто в государственное образование. Да? Куда взялись люди уже в возрасте. И они два или три года назад проводили заседание, посвященное, по-моему, 20 лет у школы. А, да, в 91-м. В 90-м году они начали были. И у них что было интересным вообще? 20 лет, и у них было 24 выпускника всего. За все годы было 24 выпускника. То есть они, по сути, выпускали меньше одного человека в год. А почему это концепты? Ну да, народ походил, послушал, поинтересовался. Ему не нужно это образование. А в общем. Ну, на мой взгляд, по каким-то причинам у Коросова, то есть у Лисепельчарской и Черниковой, просто принципиально ошиблись в концепции учебного заведения. В чем состоит эта ошибка? Они почему-то решили, что они должны быть обычным вузом. То есть брать с 10-летних детишек и готовить их до 22 лет. В то время как на рынке, по большому счету, было большое количество предложений, вуза же много, аналогично, понадобится. А был спрос на так называемое постдоковское образование, то есть уже даже не постдоковское, а поствузовское. Но когда ты получил уже высшее образование, и ты хочешь форсированно образовываться или довестись где-то, скажем, по истории, религии, по философии, а ты скажешь, в инженях электронщиках. И были так называемые вузы, которые не нужны были курсы, которым не нужны были корочки, которым не нужно было ничего такого, но им нужны были конкретные знания. Они почему-то постарались от таких людей дистанцироваться, в принципе. И мы обязательны? Вполне возможно. Я вполне возможно допускаю, что у них главный источник финансирования была не оплата студентов, а главным источником финансирования были зарубежные гранты. А зарубежные гранты, может быть, им давали только под обычный вуз. Им были интересные линии, но, безусловно, рыночные ниши, в которой они пытались находиться, оно было высококонкументно, потому что тут все государственные вузы там же, чтобы это порядок толкутся. И они прекратились по этому существованию, а не просто конкретную борьбу проиграли. Другой вопрос очень интересен. Почему до сих пор такой же вот пост-вузовский образовательный центр, он был и не появился. По крайней мере, мне ничего об этом не известно. Но образцом такого пост-вузовского центра, например, можно считать, университет физики Нейсабова, который был в 20-30-х годах в Копенгаркене, который, по большому счету, всю науку того времени не сделал. Он на кого был один из тех? Не на мальчиков, а на ребят, которые уже закончили вуз. Они пришли, выстрелы, люди учились. Тебе, Германия голодала, Атания жила более-менее благополучной, они туда приезжали, защищали под его имением диссертации, и, в общем, создали ту дисциплину, которую мы тебя знаем как квантовую механику. По сути, она там и создана. Почему такая внешняя пустая в настоящий момент? Очень интересно. Очень. Нет ли спроса, никакого еще. Потому что там-то был как раз, ребята с бородами приходили, в возрасте, старше курсов уже. Я тут был чуть не самый младший, а между тогда, когда я там появился, сколько было? 21 год, да? 21 год был. Таким образом. Ну, это интересно. То есть тот, кто будет писать когда-нибудь культурную историю Петербурга, начало 90-х годов, он, безусловно, должен посвятить Варварша главу. А вторую главу должен посвятить, почему Варварша по всем этом, по достаточно сильным, по навальских кадрах, не стало культурным явлением нисколько. А к 2012 году полностью прекратилось все существование. Вот так. В чем твой вопрос, что почему сейчас нет это, как, типа, педагоговского технического образования? Технического, просто какого-то вот такого. Специального образования, рассчитанного на рост людей, а не на повышение колочек. То есть не формальное образование, а реальное? Реальное, да. Когда ты закончил вуз, ты сдал все, что нужно, получил колочку. Ты пришел военнослужателем там туда. Да, ты военнослужателем берешь и где-то там доучиваешься. По какой-то другой специальности. Чего сейчас нет. То есть вопрос, почему у населения сейчас нет такой потребности? Да, почему нет, да. Это мы уже обсуждали на моих семинарах, почему нынешнее образование, вся экономика функционирует исключительно в режиме симулятора. Симулятор? Ну, наверное, в этом и ответ есть, что нет в этом необходимости общественной потребности объективной. Ну, в 90-х же было начало. Так нет, ну тогда была революция, революция, она закончилась, и все, 20 лет прошло. Ну, а сейчас это... Если бы была бы потребность... Ну, если бы была бы потребность... Когда ты пришел, тебе какой-то дяденька читает какие-то лекции. А научная? А ты переносишь ее, приходишь с улицы и пытаешься в этой ситуации чем-то заниматься. Ну, научная, я считаю, тут вообще исключено, потому что любая человек, что такие социальные существа, и если... Он должен видеть цель, куда эта деятельность должна быть направлена. А зачем я буду заниматься и большинство так послужают наукой, куда ее некуда применить? Нет, ну просто само для себя интересно. Интересно же. Нет, ну как можно там самому для себя... Ну вот, например... Ну, почему вы так говорите? Вы же в прошлый раз ориентировали, что людей все интересуют. Симточки, бабочки, кузьмичи. Теперь вы говорите, что ничего не интересует. Я говорю, что... В смысле, наука, я, ну, конечно, научная техника... Ну, не обязательно. Может быть, исследование в гуманитарной сфере. Вот как, например, функционирует какой-нибудь театральный проект? Они приходят, начинают делать какой-нибудь спектакль. Поэтому по ходу ребята учатся. Они пришли с нуля. Да, но они знают, что у них будут зрители. Ну, не обязательно. Скорее всего, не будет зрителей никаких. Почему? Ну, хорошие мысли, кстати. Мне нравится. Вот вы на бедах забыла. Начали тихоньку осуществлять. Вот мы с вами сидим все вместе тут, и, по сути, мы такой рудимент подобного рода учреждения. Да, да. По сути. Ну, тогда второй вопрос, который ставится. Если он рудимент, тогда эти рудименты должны быть еще где-то. Да. Раз они где-то должны быть... Ну, может, приходили ребята как бы совершенно как бы такие... Ух! Если они должны где-то быть, значит, они должны оставлять свои следы в интернете. Где эти следы? Ну, ладно, как бы, да, это как бы было немножко отклонение, хотя и существенное, по поводу ВРФШ, потому что если подумать на самом деле действительно в становлении нашего семинара, да, вот, сейчас сыграл фундаментальную роль, ну, потому что какое-то время просто какие-то свои семинары были не нужны, поскольку нам нужно было образовываться как-то, да, мы учились там у Наговицына, там, у Черникова, там, у Черникова, может, и... У Черникова мы не учились совсем, скажем, я бы нечестно. Нет, мы учились и ты ходил, и я... Ну, и что, ну, это не как-то несколько раз посетил это мало как-то отказало, сказалось. Реально, университетом был Олег Михайлович Наговицын. Да. То есть, особенность была культуры советской такова, что она была не знакома с философским дискурсом. Нас им совершенно не знакома сейчас. Ну, что такое философия, какие проблем занимаются, какие методы исследования, которыми она занимается и так далее. Игорь, с 91-го года ходит на Наговицыну, там, Наговицын вел и семинары, по чтению отдельного рода трактатов, допустим, начиналось все с трактата Польмени, Платона, потом там читались трактат Деканта, первоосновую философию, трактат Спироза, Этика, насколько я говорю, потом Факты сознания Фихта и феноменов Духа Гегеля, да? Да, да, да. Ну, хватало, да. А третья-честра-раза вроде есть такая версия, что тоже читали. Его читал Черняков. Мы не читали. Ясно. То есть это просто в тетрадях есть упоминания? Я по низкой раз ходил, но потом не перестал ходить со всем. Это вот, такова вот ситуация. Да, Черняков немножко был скорее такого школьного типа преподавателя, да, вот он прежде всего опирался на исследование текста, на исследование терминов, да, вот он укруглялся в историю, допустим, какого-то термина, и в принципе как бы у него все его там вот, если читать, там все конспекты его семинаров и лекций, они как-то вот имеют такую ученость, как-то, да, вот, такую вот академичность, даже можно так сказать, что Черняков пытался в школе создать вот такую вот, такую ауру, да, ауру учености, ауру академичности. Идаро как бы там действительно считался специалистом по Хайдигеру, он даже в свое время чуть ли не выиграл, я уж не помню, там то ли конкурс был, то ли что-то в этом роде, на перевод Хайдигера. Выиграл, только не Батья Время, он же долго переводил. Нет, нет, несколько было кандидатур, кто должен был переводить Батья Время, и, среди прочих, был Черняков. Ну, он и Парни бы... Прошла какая-то какая-то московская там команда, ну, нет, нет, они перевели Канта, перевели Канта в смысле имеется в произведении Хайдигера. Они перевели, то есть, я не знаю, кто точно, но Парни бык и Черняковым этим делом просто занимались. Я их не смотрел. Они переводчики достаточно известные, что Парни бык, что Черняков. Это, опять же, своего рода академическая деятельность, это создавать переводы, комментарии к этим переводам, там, переводили Ленинаса, еще, кроме прочего, да, там, еще что-то там. Ну, это, по-моему, тоже Парни бык перевели, нет, в французском? По-моему, это Бенеевич переводил. А, ну, может быть, не знаю. Я тоже, если честно, или, может быть, и Парни бык в этом участвовал. Это не важно, особенно. Ну, просто, вот, у школы была такая академическая линия, а была вот чисто философская линия, который занимался многовицем, который не участвовал во всех этих вещах, хотя и участвовал в сборнике, да, издавался же сборник, соответственно. Да, это разумеет фаша, да. Там не только философские, там и религиозные какие-то были, работа, посвященные религии, да, там, работы, посвященные, там, литературе, там, сейчас, если, допустим, поэтики Мандельштама. Да, да, классическая работа. Интересная работа была. Я больше того, что я тоже все время читал. Да. Ну, самое главное, действительно, что самым выдающимся представителем этого РФУШ, да, вот, это был Олег Михайлович Нигавицын, который, собственно, вот, и, можно сказать, создал из нас философов. Если бы мы, может, двигались бы с какими-то своими частными путями, может быть, мы и ничего бы не достигли. Потому что у нас, как бы, на Руси вот как-то так сложилась такая традиция, да, что каждый один человек пытается за свою жизнь, в течение своей жизни какого-то уровня добиться, да, он, может быть, как бы и добивается, но он представляет собой, не представляет собой какое-то направление, да, а он просто стоит, как какая-нибудь, на отшибе какой-нибудь кулибе, да, и нету тех людей, которые ему предшествовали, или нету тех людей, которые после него останутся. А скажи, честно, вот, а ты сегодня протипально весь свет не включил? Почему? Нет. А почему только я должен за все эти деньги? Я вообще сегодня болею, у меня как бы рассеянное внимание. так вот, и поэтому, как бы, я еще могу сказать, что вот в сентябре Игорь какой-то еще семинар по Достоевскому прочитал, какой-то доклад сделал. Я не знаю, он сделал доклад или нет, по крайней мере, в его тетрадях есть план доклада. Какого года? 92-го. Ну, хорошо. Я не делал? Да нет, наверняка делал. Просто дело в том, что как раз в сентябре, по-моему, семинары по Достоевскому и начались, насколько можно судить, по записи, Олег Михайлович не сразу стал вести семинары по поэтике и по эссенциальной поэтике Достоевскому. Ну, и как бы, из-за того, что просто и не будь Олега Михайловича, я говорю, может быть, наши интересы, на самом деле, они остались бы, может быть, частными интересами. И мы бы не стали развивать направление. А в 93-м году, кстати, существовал еще я не знаю, я не знаю, даже участвовал или нет. По-моему, Виктория утверждает, что участвовал, но я, наверное, ему можно верить. Еще был какой-то теоретический семинар русской религиозной философии. На богу детей. Да, да, да. На физическом Сережек Егоров собрал там несколько человек, не помню, уже имя Зайцев был, Григорьев был. Рунов был? Да, Рунов. Я, ну и ты тоже ходил на несколько, меня первый. Но он остальных ходил, почему ты это не помнишь, я не знаю. А, кстати, доклад о Достоевском ты сделал как раз в 93-м году. Ну вот, и вот он их собрал. Они, в основном, весь народ хоть был на физфаке, но весь народ был, по сути, из Ляфа. То есть это были научные сотрудники Ляфа, почему-то интересующиеся философией. Сережек Егоров там работал, по-моему, на 4 года. Сергей Григорьев у вас только... Зайцев был младше, Рунов, по-моему, 2 года спор. А Рунов, у него зона ЙОва, доклада 6-й. Да, и он это... Это... Очень... Он сын очень авторитетного Ляфовского физика. Например... Рунов? Да. Там какой-то такой... Крупный, крупный очень экспериментатор такой... Да, и тогда, кстати, очень популярен был Хайдегер, да, и вот Игерь как раз один из докладов посвятил Хайдегеру. Он его разрушение на перекрестке. Это 5-го мая, 19-3-го года был доклад Игеря о Хайдегере. То есть, на самом деле, в 91-м году мы были доклады, и, можно сказать, в 93-м году. Ну, это было бы про то, чтобы традиция проведения семинаров не искудевала. Да, я хотел сказать, что уже в самом начале как бы нашего, можно сказать, образования, да, мы с самого начала начали семинары. То есть, я уже не знаю, каким спонтанным образом возникла эта форма. Может быть, Игерь объяснить? Потому что, на самом деле, предложил эту форму он. Да, просто не в протажах было, что-то надо подрелить было. Почитал что-то, расскажи. Ну, да, это на самом деле действительно было. Ну, что-то пора это как бы так сказать. Уметь выражать своими словами то, что ты прочитал, да? Уметь вообще-то... ну, что-то рассказали, надо собрать. Вот такая форма. Да, вначале мы как бы действительно просто пересказывали то, что прочитал, потому что у нас своих мыслей, может быть, не особо много было, и я не помню, они очень интересные. Просто, если читать, там много спичного. Потому что люди были молодые. Ну, вот уже в 93-м году, я говорю, что тоже было. Причем этих докладов было много, по крайней мере, пять было докладов в 93-м году. То есть в 92-м году не очень много, а в 93-м году. А потом я в 92-м году в сентябре поступил как бы на вещей на отделение философского факультета. Да, обучался сразу на физическом факультете и в научном отделении и на философском факультете на вещей и на вечернем отделении. Наверное, учился. И мы с Игорем еще вместе ходили на лекции Светлова. Ну, чуть-чуть. Чуть-чуть, да, совсем. Как раз в 92-м году. То есть на самом деле очень бурно было у нас такой период, когда мы действительно втягивались в философию с разных сторон. То есть это были со стороны Олега Михайловича, то есть у него было своя некое свое представление философии. Потом там со стороны как бы может академической традиции в лице Романа Викторовича Светлова, который на самом деле действительно выдающийся преподаватель. Потому что я вот ходил там где есть Никитича Сергеев. Он как бы мне показался неинтересным случайно. А потом как потом выяснилось, когда выяснилось, что окончив образование и получив диплом можно поступить сразу в аспирантуру. Я как бы бросаю это с первого года закончил обучение в отделении философского. Потом сразу поступил в аспирантуру философского факультета. А Игорь тогда уже тоже закончил и он уже работ учился. И учился в аспирантуре Леонидов. А, учился в аспирантуре Леонидов. Ленинградский студия и отдельной физики. Ну и вообще так получилось, что поскольку все наши интересы были в философии лежали. В 93-м году я тоже постоянно я там посмотрел, начал постоянно ездить в Лольфуша. То есть до этого я спорадически только приезжал. На самом деле в основном там занимался Игорь. я там как-то иногда приезжал какие-то критические замечания оставлял. А потом с 93-го года да, я уже плотно занимаюсь. Игорь перевелся с аспирантуры Леонидов учились в аспирантуре как бы учились у Олега Николаевича Наговицына. Но совместно я в этот период тогда мог бы не собирать. Почему? Был другой семинар не забыл просто. Был семинар по Союзу Молодых Ученых собиравшихся в Лекси. И он выполнял эти функции. Там было очень много народу до 40 человек приходило иногда. Это был научный руководитель Александр Николаевич Шаров фактическим организатором Илья Романова и Алена Захаркова. Вот они собираются. И вот там всевозможные молодые ученые в основном из гуманитарных факультетов они приходили и рассказывали свои вещи по два доклада в дни. по сути вечер. К раз в неделю мы собирались перенечать. Это было красивое здание по-моему в Орбаншюха называется. Это многолерная улица. Там где морка почти что подает в пряжку. Но это была и психиатрическая лечебница это нет. Это научный сельский судковый социальных исследований это называлось. Санкт-Петербургского университета. Вот он выполнял эти функции долгие. Мы с ними даже ездили если ты помнишь на Голубое озеро куда-то. То есть под это выделялись какие-то деньги какое-то финансирование и мы там даже куда-то ездили. И он тут когда-то уехал в Москву он еще существовал несколько лет. Я понимаю я помню просто там по моделизму по моделизму. Год-то три он существовал благополучно совершенно. Достаточно долго проложалось просто я в тот момент уже перестал что-либо записывать а кстати может быть и зря да? Вот поэтому теперь в моих детрадках не сохраняется. но мы тогда не записывали авиа-файлы мы пока что-то этого не нашли. Время было во-первых не то хотя можно было бы подумать а в чем любить таком а после того какие дальше семинары у нас были? Мы когда начали сами это уже семинари? Ну не знаю когда-то снова начали не помню когда в году уже такое ощущение что снова начали семинари когда я уже приехал в квартиру до этого как бы тоже была пауза да? Получается да? То есть это фактически опять 2100 потому что я уехал 90 после того как получил диплом кандидата на науке я поехал в 98 году работать год в Москве на бирже потом я в 99 году только в феврале приехал а потом я как бы еще целый год даже пытался деньги зарабатывать а ты когда купил квартиру? Я купил ее в 2004 а приехал в 2006 Ну значит где-то начали на самом деле вы в 2006 начали семинари здесь? Ну что еще у нас лет 13 12 перерывы выходит Почему? Нет потому что до 98 года где-то мы знали семинарий и после меня еще и говорили семинари Да это где-то продолжалось я могу сказать до 2000 до 2001 года вполне продолжалось Значит 2005 лет перерывы вы начали подождите потом действовал семинар многовесно постоянный он на тот момент начался посвященный тем, что называют антологии формы он все эти годы благополучно работал Это не я называли Калача она же так предложила Ну хорошо он так прожил он все эти годы действовал по сути он начинает работать где-то с года 95 и шел ну один раз всего лишь на полгода перерыв и вот до сегодняшнего момента он функционирует спор Но мы на статье начали записывать в 2006 году Да, в 2006 Вот мы его начали записывать на аудио аудио а потом теперь это видео любой может его увидеть по большому счету И мы как раз параллельно еще и свой семинар видели? Да А свой семинар наверное опять был возрожден до 2006 года у нас в своем семинаре была дырка между 2000 каком-то годом 2000 2000 наверное примерно годом 2000 1999 по 2006 Да и получается с 2006 года у нас опять вот 2007 я даже не знаю когда мы сами уже начали я приехал сюда в мае в мае 2006 в этом же есть некая его рода загадка что каким-то образом стихийно мы же на самом деле специально никогда не сговаривались чтобы семинар семинар у нас есть видимо внутренняя потребность в таком форме общения она как бы понимаешь она заставляет определенным образом организовываться то есть одно дело просто болтовня где-нибудь за кухонным столом за чаем и прочее а другое дело когда человек мало-мальский но все-таки готовится и продумывает свою какую-то тему и потом делает так ну вот сейчас современному положению мы пришли уже мы теперь уже не только на аудио записываем мы уже записываем и на видео записываем на видео и семинар Олега Михайловича который продолжается до сих пор то есть фактически у нас два семинара то есть семинар Олега Михайловича на самом деле вести на базе сайта семинар это предложили мы то есть на самом деле инициатива была наша Олегик тогда на самом деле почему-то не особо связывался с этим вопросом но вот я и Антон Брозеров в таком составе мы как раз хотели как-то перевести общение как всегда было много энтузиазма да энтузиазма много начали этот сайт продвигать я туда вообще не заходил никогда даже но предполагалось что на базе этого сайта будет не только виртуально работа ну реально нет просто на семинар было и до этого мы взяли его название семинаров Лазовского Шторма просто Роман Таран уже через несколько буквально через полгода через год через год сказал что он не в состоянии финансировать это дело больше но на самом деле был спор про диалектику и про диалектическую логику и он сказал что он этот ресурс закрывает просто что ему не нужно он его бросает и работать не будет и в результате как бы Булат сказал что он для этого финансировать и Булат действительно держится с лучшим директором но тоже очень быстро к этому делу охладел и потом теоретически какого-то 2000 года буквально до 2011 года я его в одиночку ботарировал и в одиночку возьму то есть так получилось что и Ханапи которого Атон Позова давно нет он уже куда-то ушел и ничего там не пишет и Булат сейчас опять вернулся и тоже ничего не пишет и ничего не делает я его тихонько сидел и там реально его так модерирую ну выглядит любопытная черта когда его приглашали его уже приглашали сразу же чтобы принять участие он не хотел никак принимать участие ссылаясь на то что я сейчас не понимаю участие я же не пишу там практически ничего я просто занимаюсь тупой модерацией когда возникла вот такая форма как видео как философские обсуждения то эта форма ему доступна она не требует больших усилий не надо никакие тексты печатать и поэтому получается что активно он участвует в жизни действительно на самом деле на сегодняшний период именно июль является выбиратом сайта и теперь получается что наши семинары которые мы начинали в девяносто первом году они проходят до дегида Килаховский штурм хотя на самом деле действительно фактически это просто вывеска некоторая ну уж так уж получилось что семинары которые начались из запамятных времен они просто перетекли и вдруг стали называться философский штурм так вот еще несколько слов про семинары начало семинаров на философском штурме предполагалось ну по крайней мере мы питали такие-такие некоторые иллюзии что на базе сайта организуются люди различные интересующиеся философии мы считали что таких людей очень много и что эти люди они будут встречаться не только в виртуальной части но они будут встречаться в реальности как организуются может возникнуть что-то типа школы какой-то философской а может быть и реальные школы предполагалось издавать свой журнал какой-то там то есть на самом деле мы хотели во всех сферах каких-то можно поучаствовать издавать журнал издавать виртуальный журнал вести сайт может быть открыть со временем школу ну типа вэрфэшат что-то типа преподавать философию и создать на базе этой школы философское направление какое-нибудь новое что-то в этом роде которое могло бы что-то там как-то о себе заявить и прочее вот такие мечты были ну естественно как бы это требовало больших усилий никто это себе преподавал не хотел фактически так получилось и говоря уже о том что когда мы начали общаться выяснилось что у всех разные представления о том что такое философия потому что Роман Таран это лосевец да и вот он как бы у него самый главный философ это лосев а ну другие как бы там участники их сайта у них были другие представления философии в частности у меня другие получили ну Роман Таран с дважды посидел да по-моему в смысле два же получил ну два семинара были с участием Роман Таран первый семинар он был просто организационный мы просто собрались и поговорили о том что в принципе можно сделать а второй семинар уже я не помню кто-то делал доклад он даже или он три раза участвовал ну не важно ну в общем вначале поучаствовал потом поучаствовал да просто то что семинар что ему с нами не по пути да так что мы теперь называемся семинар философский шторм хотя мы там есть конечно своего рода такая курьез своего рода курьезный факт есть что у нас просто был семинар по философии он никак не назывался теперь он стал просто называться да ну а с другой стороны у нас многие активные участники философского шторма выступали и записали их всевозможные видео и Константин Лисица у нас философского шторма у нас постоянный участник по сути да Балдачев который 7 или 8 который в общем-то на философском шторме к тому же еще самый главный автор больше всех пишет вот для Петербурга для этого подсмотр ну сейчас еще по тому разу там В.Б.Лебедев у нас выступал человек потом под ником потерпевший тоже выступал человек мы даже съездили к нему Соснова но это для того чтобы в общем-то людей познакомить кто у нас есть кто Глазачка называется ну еще там Годорик Лазовский но он не является участником активным участником он не является активным участником философского шторма и вот может теперь просто поговорить может быть поэтому он как бы то что называется семинар философского шторма по большому счету это правильно была даже сделана попытка организовать аналогичные в Москве людьми да да была сделана была попытка организовать не на самом деле это как раз в 2006 году они даже они даже один раз по-моему собрались и на сайте можно найти там некое объявление. Да, но вот эта попытка проводилась. Все остальные попытки где-либо сделать вне нашей тёплой компании, как бы тоже были неудачны. Чем было, по-моему, более-менее неудачно, это то, что какие-то люди скопировали полностью весь формат философского штурма и сделали аналогичный сайт с таким же названием философский штурм на английском языке. К нам он не имеет никакого отношения, просто его копия. У вас должны быть русские буквы? Нет, у нас тоже английский, но у нас расширение там ру и ком, да? У нас орг и ру, а у них ком. То есть люди сделали близнеца его, по сути. И это достаточно, я смеюсь, это достаточно редкий пример того, когда социальная сеть философов, по сути философский штурм на социальной сети философов, она зародилась не на Западе, как всё компьютерное, а зародилась у нас, и была сделана попытка эту технологию скопировать на английском языке. Я даже не знаю, в каком у нас сейчас состоянии находится, по-моему, в очень неживом. Года три назад, по сути. Ну, сам факт, на самом деле, что мы осознали? Мы осознали, что реально в нашей стране не так много философов, которые хотят общаться, и вообще непонятно, с философией похоже, дело обстоит очень плохо, да? Мы это раньше знали, да. Мы это раньше знали. Ну вот, как-то, ситуация, она странная. Люди хотят заниматься политикой, максимально. А он занимается какой-то глубокой теорией. Университет же очень много готовит философов ежегодно. Да. Сто двести человек в год. Сколько? Сто двести человек в год. Куда они исчезают? Сто двести? Да. Сто двести где-то. Между трой. Это раз. Потом есть герц на философском факультете. Еще как минимум сотни. Понимаешь, философия, исходя из его сущности, так как она возникала, она базируется на беседе, да? То есть философия не может быть философией отдельного человека, отдельного хулибина. Она обязательно требует общения. Ну, это можно посмотреть просто, то, как философия развивается в Древней Греции, она всегда требует некой традиции. Некой традиции требует. Можно вспомнить Платону в Скокоделе, можно вспомнить аристотелевскую школу, да, там, стоическую школу и прочее. Философия всегда требует некой школы, да? Чтобы традиция передавалась от учителя к ученику. Вот, например, наша традиция, да, она восходит в Олегу Михайловичу Наговицу. То есть можно сказать, что муфиосов во втором поколении. То есть вот здесь Олегу Михайловичу Наговицу, я не знаю, кто его учил. Ну, никто сам учтения не имел. Да, вот он, как бы, он, мы второе поколение, да. Вот, если мы его сможем, кого-то подготовить, да, как это, кто-то там, благодаря нашим, может быть, семинарам или чему-нибудь еще там, чему-то научится, да, может быть, это как-то будет похоже на школу. Хотя непонятно, пока сейчас это непонятно. Ну, Наговицу, если говорить сам, он возводит тоже семинар, где они втрем собирались вместе с Натальей Анатольевной Апостолом. А где этих кто был? Степанов. Получно, которые пытались посмотреть, но не были допущены к телу. Да, мы как бы хотели, пытались, скажем, послушать Степанову. А кому принадлежит вот эта идея, этой комбинации слов философский штурм? Рамонтаран. Рамонтаран. Рамонтаран, правильно? Рамонтаран, да. Ну, здесь просто параллельная идея от мозговой штурм, да, вот есть мозговой штурм, своего рода размышления над какой-нибудь проблемой. Он записал это буквально как штурм, а не как штурм. Да. А тут аналогично. Он, на самом деле, предполагал, что это будет совместное философское творчество, где люди будут, и даже он пытался это внедрить в работу Степанова, хотя это не получилось, да, что будет некоторый один текст, который будут все исправлять, модерировать, да, и совместно писать какой-то общий философский текст. Степанов потом выяснилось, что такая работа невозможна, просто в силу того, что каждый философ по-своему, на самом деле, видит, как это должно быть, это нереально. Но реально казалось другое, что вот действительно на просторах русскоязычного интернета как бы вот нет другого философского сообщества, где можно было бы действительно о философии удобным способом говорить, да, обсуждать проблемы. Так это, наверное, говорит о том, что просто не очень востребовано среди населения Российской Федерации философское направление. Не востребовано. Конечно, не востребовано. Чисто организационные такие, но я по-другой аналогии, я просто политикой занимался. У нас в времени был как-то такой политический клуб. Ну, не востребовано. Только про политику, скажем. Но пока это все происходит на квартирах, это вот примерно 8-10 человек максимум. Но стоит только лишь там каком-нибудь институте или еще где-нибудь договориться о помещении, каком-нибудь заводе, ну, неважно. Помещение навалом есть, но даже всегда можно бесплатно договориться. Сразу, конечно, это будет человек 40-50. Ну, я не знаю, нужно ли это просто? Я не знаю тоже. Я думаю, что с философией не так, к сожалению. Я думаю, что с философией то же самое. Да не, Варь, ну одно дело только. Вот так вот пойти на квартиру с незнакомым людям, это достаточно стремный вариант. Я понимаю, да, я понимаю. Я понимаю, да. Ну, не знаю. Ну, тогда надо просто менять форматы. Мне 40-50 человек было не нужно, для того, чтобы у них не играть за кого-нибудь забаться. Взять и раскол проиграть, допустим, заново. Собирать 50 человек, и проиграть раскол. Закон. 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 А, и тут по этой... Ну, типа Хеллингера, да. Какой-нибудь друг Детель Ленингов, и туда можно и раскол по Хеллингеру забаться. Взять и сыграть его. Посмотреть, чем будет просто. Ну, вот это было бы интересно. 12 людей готовы. Ну, еще можно попросить, попытаться... Ну, попроса стоит, да. Судей должна обязательно подготовиться. Может, тот человек не может взять статью в Википедии, расколе прочитать, что ли? Ну, да. Не, можно еще попытаться обсудить, что еще можно там в нашей деятельности, да, там, куда можно дальше развиваться, или на самом... Потому что есть... Ну, в сторону грязевых ванн, белых тапочек, чего? Нет. Нет. Можно попытаться... Это почти белые ванны грязевые. Нет, можно попытаться развиваться в сторону большей публичности, да. Мы все-таки собираемся где-то там... Заказать чем? Вот я не знаю, нужно это или нет. Да знаешь, по сути... Публичности, у вас же... Вот вы выкладываете сейчас свои, так сказать, ну, семинары, посиделки, как назвать свои сообщения. Вот она, публичность мировая. Да. Треста в день. А потом, вы же знаете, такая форма была... Треста в день. Нет, дофига. Во всем мире, во всех странах. Типа салоны всякие там. Если у нас что-то стоящее появится, какие-то мысли, там, идеи, то они сами будут здоровы. Просто... Просто, видимо, пока... По сути... Пока ничего такого... Нет, по сути, выползти бы не мешало. Ну... Поползти бы не мешало куда-нибудь. Ну, может быть. Хотя бы там... Несколько часов, раз в месяц. Ну да, да. Да, они чаще. А чаще они не соберутся? Нет, просто не потянуть мне просто. Боюсь, что. Лучше в дело. Энергии не хватит. Энергия – это дефицит после сорока, я знаю. Да. Просто не потянуть. У меня вообще нет энергии ни на что. Вообще. Ну, я вот еле еду сюда. Не, ну, если посмотреть так, как философия в принципе, в истории развивается, там, она всегда имела вот частный характер. Всегда какие-то частные люди собирались, и всегда они все это делали частным образом. Вот. Это как бы так интересно. Это всегда было внутреннее какое-то движение отдельных родов людей. Вот кому-то нравится этим заниматься, и они этим занимаются, несмотря ни на что. Сейчас вот, казалось бы, время такое, что философия никому не интересна. Ну, непонятно, как это будет. Но я опять обращаю внимание, что, по сути, ситуация, даже вот с этим, с появлением как бы философского дискурса в России, она тоже странная вообще. А не получилось так, что, не знаю, как Степанов, я просто ничего не знаю, а когда Наговицын, ну, по его же собственным словам, когда он закончил философский факультет, разумеется, он с философским дискурсом не был знаком совсем. Но философский факультет, ну, я знаю, Плеборского университета, это не то место, где бывает только какая-то философия. Это понятно, да? Вот. И когда они собрались на тусовку, на свою, Простова, которая была существенно младшая у него по возрасту, судя по всему, это вообще-то была на тот момент маленькая девочка, то есть она поступила на философский факультет тоже, посмотрела, что там происходит, и в 17 лет оттуда ушла. Да? Ну, как бы, нафиг там об этом говорить. Ну, тогда-то еще было, сейчас хоть, по крайней мере, хоть что-то, наверное, там есть, может быть, хотя, я не знаю. Судя по тому, что действительно на интернете ничего нет, следует сделать что-то, а ничего там и не происходит. Да, это где-то в обле 60-80-х годов. А в то-то время, на самом деле, все было задушено и идеологически. История, в которой… И они тоже на футильнике, по большому счету, собирались, и пост-слово тогда… То есть они ничего нет, что там было? …познакомила того же Наговицына с философским дискурсом. А куда она сама, так сказать, не смотрела? Ну, и власть может такой. Ну, бывает же такое. Нет, ну, сам факт состоит в том, что… И самый главный вывод, да, что все-таки вот мы… Мы все-таки… Это я знаю еще один слов. Со слов Наговицына в основном. Да, Наговицына в основном. Понятные причины. Они, кстати, до сих пор же общаются, ты говоришь? Ну, они общаются, да? Общаются. Но все-таки наследию Наговицына, да, что мы не Наговицына… Как всегда дело происходило в Петельков, почему-то у них… Потому что пост-слово там живет сейчас, а Наговицын оттуда в нем там живет. Ты же Маговицын сейчас жив? Конечно. Живее все живут. И пост-слово тоже. Вполне. Ну, а Говицына сколько? 15 лет мне старше? Ну, ладно, еще чуть-чуть. 15 лет, сколько? Где-то по 60 лет? Ну, да, 57. 70 лет – это, как говорил Семиллер, это расцвет для политика там… Ну, это не политика, да. Это, может, для политика и расцвет, но, видимо, это… Это вот, это так, так что… А чего здесь можно сделать? Семиллер можно выйти куда-то в народ, что называется, но с конкретной целью. Ни в коем случае ни лекции, ни семинары, а что взять такое, сыграть, расставить, например… Ну, да, Игорь просто ходил на семинары переследни. Это не развлечение, на самом деле, в этом можно ничего понять, в том числе и для себя. Вот такая вот своеобразная, тоже исследовательская работа. В другой форме. В другой форме сидения за столом, а насчет чего-то взять и собирать. Тоже вот такая своеобразная исследовательская работа, которая шоком у людей реально может быть интересна. Вот на это бы, если бы это удалось начать, то выходило бы 40-50 человек. Ну, говорю, что энергии не взять, боюсь, что на это просто. Там очень много и сильной энергии требуется организационной. Ну, вреда, да, от ведущих, от всего этого вообще и не было. Для того, чтобы собирать такой, как у нас маленький семинар, то надо немножко напрягаться. Всяк человеку позвонить даже сам. Нет, позвонить не надо. Зачем ты начал время, и они сами придут. Нет, ну сейчас-то вообще-то там, послал электронное письмо, там, или по социальной сети, на электронный адрес. Я не знаю, я не знаю. А можно как раз Саша, это получите? Чего? На регулиционную работу. Я не знаю, что это... Дело-то в том, что... А сколько бы Вы хотели вот таким вот заняться? Зачем? Нет, желающие. А Игорь Вам рассказал там, если что-то что-то... Я говорю про то, что я высказал такую мысль, что с моей точки зрения... Нет, надо где-то здесь собраться и как-то попытаться начать. Может быть, и не получится. Я, может, посмотрел, как это Елена Борисовна перед садиной делает, а я, может быть, и не вытяну так же. Она как-то по образованию психологов у нее есть какие-то, видимо, все-таки, наработки в этом отношении? Нет, ну, удалось много что снять, конечно, с них. Ну, вот было бы интересно. Я просто говорю, речь идет о принципиально другой деятельности, да, понимаешь? То есть, реально, такую, в которую ты реально вовлечен. Ты, допустим, ну, кто-то там... Патриархник. Ну, я понял, аттракцион. Ну, я же сказал... А у тебя, боярый не могло задать. Ну... Я-то на самом деле не знаю. Даже в ходе... Ну, ты кем хочешь, ты можешь быть, уважаемый. Там же и было двое. В category. Дело в том, что, если вам эта площадка, то в принципе можете попробовать это договориться, наверное, на площадках можно в районных библиотеках или вот у нас в Красносельском районе, в госучреждении кинотеатра «Восход». То есть это вполне, если значит... Ну нет, надо как-то на отцом это переночить. Ну да, но это... Это обычные 20 человек, допустим. Ну только как это вы соберете и так далее. Вот я просто пример того, что желающих в том же кинотеатре «Восход» сейчас уже, ну я знаю, по крайней мере, что второй год, может быть это и третий или какой-то, но второй год вот они проводят мероприятия, там один из музыкантов, композиторов или певцов уж, кто он. Ну работник вот этой музыкальной сферы, он организует в последнюю там, ну примерно в последнее воскресенье месяца, то есть раз в месяц, всего там порядка 7-6 раз в году, вечер романса, типа этого, там приглашает, там с одного кружка, там с другого, там любителей, там что-то, ну в таком плане. И посещаемость, ну на уровне от 10 до 30 человек, хотя это бесплатно, приходите, садитесь в удобное кресло. Да, ну вот это там такая особенность, чтобы кресла не было. Ну вот это интересная штука. Нет, ну можно кресло отодвинуть и... Я просто хотел напоследок сказать, в чем ценность вообще семинара. Семинар мало того, что позволяет обмениваться своими идеями, да, их обсуждать, он позволяет находиться в едином дискурсе. То есть мы на самом деле совместно создаем некий общий дискурс на семинаре. То есть у нас есть некие вот обсужденные проблемы, да, допустим, у нас есть общее понимание того, например, что такое там, скажем, Достоевский, там, да, что такое метафизика Достоевский, да, что такое, там, скажем, философия Гегеля, там, философия, там, Платона, философия Аристофии и так-так. Для философской работы совместно, это важно, на самом деле, да, вот иметь некие опорные пункты, да, чтобы не спорить по пустякам. Потому что мы на наш семинар приглашали, было время каких-то философов, там, Антон Прозоров, помню, пригласил одного из философов, да, вот, то весь семинар превратился просто в то, что ему пытались объяснить, что состоит в философии Канта. То есть человек считал специалиста по Канту, да, но друг выяснилось, что он просто не знает философии Канта вообще. То есть философия Семинара состояв в том, что мы спорили, в чем состоит, собственно, там, трансцендентальная эстетика, да, в чем ее смысл, что такое просто на свое время и прочее. То есть на самом деле такие семинары, они просто неэффективны. Поэтому, конечно же, когда люди собираются долгое время вместе живут в неком общем дискурсе, дискурсы, семинары, многое видится, но есть философский дискурс, который мы сами создаем, совместный рисунок. Именно в этом смысл, да, вот, то есть если вот такой дискурс есть, то он позволяет двигаться как-то эффективно, что-то вот как-то взаимно друг друга обогащает. А иначе вот если это, вот, почему выйти на публичную площадку, почему это может оказаться неинтересным? Потому что, возможно, на самом деле придется, народ-то у нас неграмотный философский отношений, придется заниматься опять, как бы, обсуждением стандартных вопросов, в чем состоит философия Канта, в чем состоит философия Гея или прочее. Ну, смысл-то какой, а зачем? Именно в этом состоит опасность, да? Ну, какие-то люди, которые там... Нет, нет, я и говорю, поэтому я и отрицаю форму лекции и просто семинар такой большой. Мы-то на самом деле с Игорем прошли огромную школу, да, прошли и школу Олега Михайловича Николаевича, которая 20-летняя школа, фактически. Почему нет? И совместного общения, да, долгую школу совместного общения, причем много людей приходило, уходило там в разные периоды, там. У нас, как бы, есть общее понимание многих вещей, да, как бы, иногда было получается так, что мне достаточно что-то сказать, чтобы Игорь понял, там, и Игорь что-то такое говорит, я сразу понимаю, о чем идет речь, да, потому что, как бы, вот, есть дискурс, он удержан, и, собственно, семинар, он и рассчитан на то, что дискурс удержан, и каждый раз он, как бы, вот, как эгрегор какой-то семинар, он висит, да, вот, он присутствует. В этом состоит вот его существенность. Не просто договорились о чем-то. Ну, да. Ты вспомни, когда мы с тобой пытались христианские семена, ну, не пытались, в смысле, когда мы с тобой год, там, даже, там, полтора общались и создавали, пытались создать, как бы, нечто единое, да, в виде христианских семенов, у нас много времени упадело на то, чтобы договориться о чем-то, как бы найти общие точки соприкосновения, какие-то общие термины и прочее. Это, на самом деле, всегда так. Это просто неизбежно. Сначала надо просто, вообще, найти общий язык, договориться о чем-то, какие-то там, что-то, как, с чем-то согласиться, что вот это так вот, например, и уже не обсуждать. А потом уже, потом уже что-то обсуждать. Продолжение следует...